Всем привет! С вами Татьяна Василюк и сегодня я вам покажу самый простой способ, как сделать вот таких симпатичных львят. Возьмем нить для вязания, подойдет и для вышивки. И как ни странно вилку. Наматываем нить на вилку. Чем больше намотаем, тем больше лохматый будет наш львенок. Затем возьмем нить покрепче и сильно свяжем посередине. После этого снимаем с вилки. С одной стороны разрезаем. У нас должен получиться полупомпон. Кстати, таким же способом делаются помпоны, если разрезать их с обоих сторон. Придерживая обрезанный край, наносим горячий клей. Клей наносим побольше. И приклеиваем предварительно приготовленный кружочек, который я вырезала из ленты. Все, что у нас лишнее, мы аккуратно отрезаем. Вот теперь можем снять нить, которую мы перевязывали. Сейчас верхний край тоже разрезаем. Расправим наш спонпон. Это будет основа для нашего льва. Теперь нам нужно сделать два вывернутых круглых лепестка для мордочки. Эти лепестки сделаем из атласной ленты шириной 5 см. Не буду акцентировать внимание на этом лепестке. Надеюсь, вы смотрели мои мастер-классы и уже умеете их делать. Самое главное в этой подделке поочередность склеивания лепестков. Два вывернутых лепестка склеиваем вместе. Если хотите добавить львенку и язычок, то приклейте отрез ленты красного цвета на нижнюю часть. Склеенную мордочку приклеиваем на нашу лохматую основу. Теперь нам нужно сделать глазки из двойного круглого лепестка. Лепестки обрезаем побольше, чтобы глазки получились не слишком большие. Это важно. Этот лепесток делаем как обычно. Ничего сложного в этом нет. В таких лепестках выворачивать будем только нижнюю часть. В нашем случае это желтого цвета лента. Нам нужно сделать два таких лепестка. Возьмем наши заготовки и тоже приклеим на основу. Стараемся приклеить глазки под углом, относительно мордочки. Затем сделаем ушки для нашего львенка. Ушки мы сделаем из обычных острых лепестков. Камзаши. С небольшим нюансом. Вначале складываем как обычно, думаю, что вы уже знаете. Особенность их заключается в том, что сложенный край срезаем немного больше, чем при изготовлении лепестков для цветов. Нам нужно, чтобы наши ушки получились маленькими. Наносим клей на верхнюю часть ушек и поочередно приклеиваем к задней части нашей заготовки. Затем львенку сделаем зрачки. Я использую обыкновенные полубусины. Вы можете приклеить специальные бусинки глазки, которые есть в продаже. Тогда ваш львенок получится еще более симпатичным. Чтобы глазки получились раскосыми, мы нижний край белой ленты прижмем при помощи клея. Сначала один глазик, потом второй. Можете прижать только один глазик, и тогда львенок будет вам подмигивать. Теперь осталось приклеить усики и носик. Такую поделку можно использовать как резинку на косичке. Или же украсить шапочку, школьную сумку вашего малыша. Детишкам это обязательно понравится. Особенно, если они будут принимать активное участие в процессе создания поделки. Вот и все. Желаю всем творческих успехов. До свидания. До новых встреч.